Израильский юридический портал закон СООЛ, специализирующийся на вопросах получения израильского гражданства, увидел очень интересную связь между политическими событиями, развивающимися последние месяцы на территории России и Украины, с очень необычным, казалось бы, не очень связанным с этим вещью, с поисковым трафиком. Мы сейчас с вами говорим о поисковом трафике по словам получения гражданства Израиля. Я сейчас вам покажу график, после этого он появится у вас на экране. Итак, вторая половина января. Первые пострадавшие со стороны Майдана и сотрудников подразделения Беркут. Приняты в его на Украине законы о возможности блокировки сайтов по решению экспертов, о административной ответственности за демонстрации, за размещение палаток, закон о запрещении появления с оружием и спецкостюмах на демонстрациях и так далее, и так далее, о необходимости регистрироваться политическим партиям, так называемые законы о диктатуре. Посмотрите, что происходит. Рост поискового трафика сразу же вырастает с обычных 500-600 обращений до 1500, то есть более чем в два раза. Дальше. Майдан. Развытие событий на Майдане в феврале. Жертвы. Развал правительства. Состояние полной неопределенности в стране. Что происходит? Поисковый трафик держится на уровне 1300-1400 обращений, то есть нивелировался и опять находится на одном и том же уровне. 1-9 марта. Развытие событий в Крыму. Поисковый трафик увеличивается ежедневно, а после событий 9 марта, когда были отключены все украинские каналы и прошла замена их вещания на российской официальной ТВ, смена флагов на госучреждениях и первые захваты армии России частных объектов на территории Украины, поисковый трафик вырастает до 2000 человек. Таким образом, мы видим рост поискового трафика более чем в 4 раза. Итак, казалось бы, необычного ничего не происходит. Естественно, абсолютно состояние, когда из страны, в которой находится политическая нестабильность, из страны, в которой проблемы, люди, те, кто могут, пытаются выехать. Но все на самом деле не так просто. Цифры, которые я вам сегодня привел, как видно из этого графика, являются цифрами не украинскими, а цифрами российскими. Более того, это не просто Россия, это трафик из столицы России, города Москвы. Основные обращения идут именно оттуда. Таким образом, мы видим, что ситуация сложилась таковой, что людей интересует сейчас возможность создания запасного аэродрома. Люди, которые находятся в много более благополучной стране, тем не менее, начинают думать о том, как обезопасить себя, обезопасить свою семью, перевести активы, получить международный паспорт, а потом, может быть, вернуться в Россию. Итак, еще раз, за последние два месяца трафик о возможностях получения израильского гражданства из столицы России и Москвы вырос практически в четыре раза.